В последнее время очень актуально стал вопрос кибербезопасности. Почему? Потому что системы безопасности стали частью IT-систем. В связи с этим к системам безопасности должны предъявляться высокие требования к надежности, к отказу устойчивости, к защите к кибератакам. И, к сожалению, в мире уже есть достаточно большое количество фактов, когда, первое, были осуществлены кибератаки с использованием IT-камер, и когда на самом деле происходят кибератаки с использованием сетевых регистраторов. Точно так же мы понимаем, что крайне важно хранить информацию в защищенной, крайне важно, чтобы эта информация не стала публичной, и поэтому практически все производители систем безопасности сейчас очень активно говорят об этом тренде и стараются имплементировать меры по предотвращению киберугроз в своих продуктах и в своих решениях. Второй очень важный тренд – это гибкость, масштабируемость и управляемость. Почему? Потому что все чаще системы становятся распределенные, большие, крупные компании хотят строить решения по всей своей стране, может быть, даже по нескольким странам мира. Яркий тому пример – это сеть банковских филиалов, которая может принадлежать той или иной группе. Например, эта компания может быть авиационной, такие гиганты, как Boeing или Airbus, которые открывают представительства в разных странах. И у этих компаний становится актуальным вопрос управления сложными распределенными системами. Поэтому на первое место выходит гибкость, масштабируемость и управляемость, контроль за этими системами, в какой бы точке мира они бы ни находились. Третий важный тренд, он на самом деле уже и был достаточно давно на рынке – это интегрированная система безопасности. То есть это связка между различными частями систем безопасности. Например, между видеонаблюдением и контролем доступа, между охранной сигнализацией и контролем доступа. То есть разнообразные интеграции, которые помогают заказчику получить решения в одном интерфейсе, которые помогают заказчику эффективно управлять и мониторить тревоги, и которые позволяют операторам быть более эффективными на своих рабочих местах. Еще очень важная тенденция – это решение по вертикальным рынкам. Что имеется в виду? Все чаще различные сегменты требуют специализированного подхода. Все мы понимаем специфику ситуации, связанными с обеспечением публичной безопасности, с обеспечением безопасности самого высокого уровня. Например, это может быть безопасная города или какое-то химическое предприятие, где требуется очень высокий уровень защищенности для того, чтобы гарантировать отсутствие серьезных угроз или рисков даже для населения и для сотрудников этим компаниям. И в связи с этим каждый вендор стремится разработать решение, которое бы наиболее точно подходило к тем рынкам, на которые они хотели бы работать. То есть это и транспорт, это безопасные города, это ритейл, это гостиницы, это образование. То есть различные-различные рынки, на которых все больше вырисовываются четкие специализированные решения. Еще один тренд – это повышение эффективности бизнеса. Казалось бы, каким образом бизнес может быть связан с безопасностью? Очень даже прямым. Потому что, например, бизнес в ритейле, он требует высокой точности различных операционных мероприятий. И все, что происходит с этим бизнесом, приносит либо прибыль, либо потери. Поэтому видеонаблюдение и система безопасности, как нельзя кстати, помогают собственникам этот бизнес держать под контролем, и улучшать его, и постепенно снижать свои затраты, и даже на самом деле двигаться в сторону возврата инвестиций. Еще больше интерес к видеоаналитике наблюдается в мире, потому что все чаще клиенты и партнеры, они уже понимают, что видеоаналитика – это то, что может помогать сохранять инвестиции и может позволять получить статистический отчет, что происходило, почему это происходило, эффективно расследовать ситуацию, получить данные, с которыми можно работать. Поэтому видеоаналитикой, помимо классической уже понимания охранной аналитики, все больше и больше приобретает интерес к бизнес-аналитике. Об этом мы сегодня тоже будем говорить. Еще один очень важный тренд – это видео-эз-эс-сервис. Это достаточно новое веяние на рынке СНГ, пока этот тренд не сильно представлен, хотя в прибавке он уже активно развивается и даже предлагается партнерам. Что это такое? Например, для маленького или среднего бизнеса не всегда эффективно покупать полностью оборудование, оплачивать монтаж. Они бы хотели получить комплект какого-то оборудования, за которое они могли бы заплатить аренду, например, в течение года, из месяца в месяц. Для них это более удобно, потому что они не тратят деньги на критальные затраты, они не покупают камеры, они не покупают кабели, они не покупают серверы, они просто платят обонплату. И целый ряд компаний, которые обеспечивают этот сервис, они помимо того, что обеспечивают возможность аренды этого оборудования, конечно же, они берут на себя ответственность за реакцию на все события, которые происходят с системами безопасности. Зачастую это либо охранные компании, либо компании-провайдеры, либо эти компании сотрудничают вместе. Поэтому на самом деле все чаще и чаще на мировом рынке появляется новый поставщик подобных решений, и мы ожидаем, что в ближайшее время на рынке СМГ эта тема тоже будет актуальна нашим партнерам и конечным заказчикам. Итак, 17 июля компания Softprom стала счастливым обладателем контракта с компанией номер один в мире по системам управления видеонаблюдением датской компанией Maltstone Systems. Эта компания знаменита тем, что она является родоначальником философии открытой платформы. И что же это означает? Открытая платформа означает очень широкий спектр и возможности для интеграции. Открытая платформа – это готовность к сотрудничеству. Открытая платформа – это огромное количество партнеров по интегрированным решениям. Это очень выгодно для конечного заказчика, потому что у него есть гибкость в выборе тех или иных решений, он может формулировать задачи, которые его партнеры могут решить. И, собственно, это очень удобно партнерам, потому что, предлагая заказчику различные варианты решений, они всегда могут подобрать идеальное сочетание цена-качество. Собственно, Молстон выпустил свой первый релиз спустя два года после выхода в свет первой IT-камеры, которую, вы, может быть, знаете, произвела шведская компания Artis Communications. И, собственно, создатели Молстон – это люди IT-рынка. Это полностью IT-философия, поэтому за это очень и очень любят эту компанию IT-специалисты. И, на самом деле, все больше специалистов с рынком безопасности, начиная работать с Молстоном, тоже его очень высоко ценят. Могу вам привести свой личный пример. С Молстоном я познакомилась в 2011 году. Я руководила направлением систем безопасности в одной из компаний системных интеграторов. И наши ведущие продавцы, у них была возможность поработать в проекте терминал D «Аэропорт Борисполь» в городе Киеве. Собственно, требованием заказчика было европейский производитель. И мы начали подбирать решения. Так вот, мой инженер, найдя Молстон, пройдя сертификационные курсы и разобравшись с этим программным обеспечением, сказал мне следующее. Это лучшее, что я видел в своей жизни. Я буду работать только с этим программным обеспечением. На самом деле, прошло много лет, но и этот инженер, и я остаемся верны этому вендору, потому что, на самом деле, вендор очень высойный и функциональный, и надежный. Но что делает акцент Молстон? Это инновации, и это параметры, которые позволяют заказчику получить контроль за инвестициями и даже возврат инвестиций. То есть это такие параметры, как совокупная стоимость владения, вот она называется TCO, английскими буквами аббревиатура, Total Cost of Ownership, и ROI, английскими буквами Return on Investment. То есть это параметры, которые позволяют заказчику и партнеру оценить не просто стоимость решения по его дельным компонентам, а это параметры, которые позволяют грамотно произвести технико-экономическое обоснование того или иного решения и посмотреть, что же это решение даст в долгосрочной перспективе. Например, если система развивается, очень важно правильно сделать архитектуру, очень важно правильно построить этапность работы, и, конечно же, очень важно учесть затраты, которые могут быть в процессе эксплуатации и обслуживания систем. И вот с этим совсем Молстон очень активно работает, есть много документов по этому вопросу, поэтому для партнеров очень удобно всегда почерпнуть информацию и знания. Конечно же, Молстон является обладателем большого количества наград, потому что на рынке он существует достаточно давно, и последние 10 лет он прочно занимает позицию номер один в мире на рынке систем видеонаблюдения. То есть видеоменеджмент систем – это как раз расшифровка аббревиатуры, и это означает систему управления IP видеонаблюдением. И, конечно же, Молстон, имея такой опыт работы, имея такой прекрасный функционал, охватывает все возможные сегменты рынка. Я хочу вас познакомить с командой Молстон, с которой вы можете встретиться на выставках, с которой партнеры, я думаю, будут работать в проектах, и с которыми, конечно же, наши уважаемые заказчики могут встретиться в тех или иных либо мероприятиях, либо объектах, потому что бывает так, что заказчики интересуются посмотреть другой реализованный проект, и в этом, конечно же, нам помогает команда Молстон. Это Юлия Горбунова, человек, который отвечает за регион России, Беларусь, ну, в принципе, весь регион СНГ. Это Кирилл Изов, это человек-кантри-менеджер, который отвечает за регион Турции и Азербайджана, Туркменистана, и он же отвечает за МОБУ. И это два человека из европейского офиса, которые отвечают за регион Польши, Прибалтики и Украины и Грузии. Есть одна очень важная специфика. Грузия относится к европейскому региону, поэтому прайс-лист для Грузии, он будет в евро. Прайс-лист по Молстону для всех остальных регионов, он будет в долларах. И розничные цены на программное обеспечение определяет сам производитель. Эта информация абсолютно открытая, и любой партнер может эту информацию получить через своего дистрибьютора. Собственно, какие у нас потенциалы есть на рынке СНГ, и как мы будем с вами работать. В первую очередь, софт-пром силен тем, что у нас есть большое количество локальных региональных офисов. Благодаря этому мы можем быть ближе к нашим партнерам. Наши местные руководители понимают специфику рынка, они понимают особенности, они понимают бизнес, и поэтому нам будет легче предложить то решение, которое будет подходить и нашим партнерам, и, собственно, через партнерам и конечным заказчикам. Статус дистрибьютора мы получили в Грузии, как я уже сказала, это будет единственная страна, где будет прайс есть в Евро, в Белоруссии, в Молдове, в Казахстане, в Узбекистане, в Азербайджане и в Туркменистане. Соответственно, мы можем взаимодействовать по этим регионам, и, собственно, будем стараться активно искать в этих регионах партнеров, которые бы заинтересовались в Молдстоун, и делать со своей стороны все возможное, чтобы партнеры могли работать с эффективным решением, чтобы партнеры могли проектировать, чтобы партнеры могли выбирать наши решения, и будем оказывать им все виды возможной поддержки. Собственно, продуктовая линейка Молдстоун, и в чем же секрет успеха? Это очень важный момент, который определяет действительно успех каждого производителя. Успех Молдстоуна в том, что он помимо инноваций, помимо своей очень мощной продуктовой линейки и функционала, следует классической схеме дистрибуции. Молдстоун никогда не продает конечным заказчикам напрямую. Также Молдстоун не продает партнерам напрямую. Компания Молдстоун Системс работает через дистрибьюторов. Соответственно, дистрибьюторы также не продают конечным заказчикам напрямую и работают с партнерами. Это могут быть либо системные интеграторы авторизованные, либо реселлеры. То есть реселлер – английское слово, которое означает компания, которая может перепродать программное обеспечение конечному заказчику. При этом и Молдстоун, и дистрибьютор находятся в очень тесной связи с конечными заказчиками, потому что зачастую мы с вами будем встречаться на выставках, мы будем с вами общаться посредством различных мероприятий, в том числе вебинаров. Может быть, у вас будут какие-то задачки, которые будут требовать нашего участия. Не стесняйтесь, пожалуйста, обращаться. В свою очередь, если конечный заказчик приходит к нам, мы всегда сможем, учитывая его требования и специфику, подобрать ему очень достойного партнера. Для того, чтобы партнер мог выполнить то, что хочет заказчик, сделать решение, сделать пусконаладку, сделать монтаж, даже сделать сервис, и чтобы конечный заказчик остался доволен. Для Молдстоуна это очень важно – иметь обратную связь у конечных заказчиков. И для Молдстоуна очень важна квалификация партнеров и системных интеграторов. Поэтому этому вопросу уделяется особое мнение. В чем же секрет успеха? Молдстоун, как я уже сказала, исповедовал философию и продолжает исповедовать айтишные компании. И, собственно, первая философия звучала как открытая платформа. Сейчас это уже сообщество компаний, которые работают с открытой платформой Молдстоун. Благодаря этому у Молдстоуна большее количество сетевых устройств в мире, чем у кого бы то ни было. Оно на текущий момент составляет более 6000 устройств. Молдстоун, конечно же, покрывает потребности системы видеонаблюдения и видеоаналитики. У Молдстоуна есть огромное количество партнеров по интегрированным решениям. Английский термин это Solution Partners. И благодаря этому вы можете гибко подобрать решения под ваши задачи. Вы можете сделать систему интегрированную видеонаблюдения и контроль доступа. Вы можете интегрированную сделать систему на базе видеонаблюдения и контроля доступа, например, охранной сигнализации. Вы можете, используя инструмент, который называется Молдстоун Интегрэйшн Слайдфон Софтвер Девелопмент ИС, МИП СДК, осуществить какую-то прикладную интеграцию, то есть, собственно, даже позволив изменить интерфейс. И, в общем-то, это на самом деле очень гибкие возможности для реализации сложных корпоративных задач. Кроме всего прочего, у Молдстоуна очень широкий спектр работы именно с партнерами по видеоаналитике. Потому что, во-первых, у Молдстоуна есть программные модули, которые позволяют решать прикладные задачи. Их можно отнести к видеоаналитике. Молдстоун поддерживает аналитику, которая является embedded, встроенной на борту камер практически большинства производителей. И, конечно же, Молдстоуна имеет интеграцию с партнерами, которые позволяют решить задачи охранной видеоаналитики и бизнес-аналитики. При этом, например, если мы говорим про платформы, собственно, бизнес-аналитика, это может быть решение для тысячи точек. И Молдстоун это может быть решение для десяти тысяч точек. Потому что количество проектов в мире, оно достаточно высоко. И основные проекты, на самом деле, это с количеством камер 500 плюс. То есть в этом сегменте очень много различных интегрированных решений, и есть возможность выбрать. Хотя, на самом деле, и в более меньшем сегменте мы тоже можем быть уверены в том, что мы всегда сможем подобрать эффективное решение. Сильная сторона Молдстоун – это открытость для интеграции и для взаимодействия с различными сетевыми инфраструктурами. То есть, собственно, Молдстоун может вам позволить работать с любыми серверами, с любыми системами хранения данных и с любыми сетями. Единственное, что требуется, это рассчитать пропускную способность сети, рассчитать поток, рассчитать сервера и, собственно, сложить конфигурацию, на базе которой Молдстоун и мы будем гарантировать работоспособность этого решения. При этом, конечно же, Молдстоун, как философия IT, он виртуализируется. Это очень удобно для партнеров, потому что все чаще, собственно, большие системы для, например, там строится в центрах обработки данных, туда же помещаются сервера, которые отвечают за видеонаблюдение, и, собственно, IT-специалисты, которые работают с удобными им серверами, они могут предложить руководителям в сутки для фабрики просто определить, что им требуется, и сделать им нарезку того количества серверов, виртуальных, которые необходимы для решения задач. И, собственно, все это происходит. Вот так же, как интеграция с Active Directory, если у вас в системе тысяча пользователей, то не стоит переживать, вам не нужно будет вводить руками тысячу операторов, вы можете просто затянуть эти данные из АД и получить, в общем-то, удобный и эффективный инструмент управления. Ну вот, точно так же, как бы, это очень важно для таких предприятий, в которых, например, большое количество людей, есть бюро пропусков, есть бухгалтерия, которая заводит аккаунты этих людей, собственно, на предприятии, и вот эти данные, они должны правильно мигрировать из системы в систему. Вот в Moftone с этим все великолепно, потому что он умеет общаться с различными системами, и мы всегда можем эффективно использовать учетные записи, которые уже, как бы, созданы где-то, которые содержат информацию о пользователях системы. Собственно, продуктовая линейка на текущий момент содержит шесть коммерческих продуктов. Два из них, Express Plus и Professional Plus, вышли буквально недавно, релиз состоялся 8 июня 2017 года, и, собственно, все эти продукты коммерческие, они позволяют нам работать, в первую очередь, очень гибко работать с различного рода системами. То есть мы можем начать инсталляцию с пяти камер, но нам для этого будет достаточно бесплатного продукта Essential. Кстати, Essential очень любят использовать руководители различных предприятий структуры у себя дома, потому что это удобно, это бесплатно, это возможность осуществления записи, это удобство удаленного управления и мониторинга. И, собственно, когда речь идет о маленькой системе, это очень эффективно. Соответственно, если у нас сейчас 10 камер, через месяц нам надо еще 10, через месяц еще 20, то мы можем выбирать платформу Express или Express Plus и строить свое решение на базе одного сервера. Если мы растем, а такое часто случается, то с течением времени нам нужно сделать апгрейд. И мы это делаем очень легко, потому что если у нас есть такой параметр, как Care Plus, то об этом я буду говорить немножко позже, это поддержка, то мы можем перейти на старшую версию, потратить только стоимость, оплатить только стоимость между двумя этими версиями. То есть, собственно, Малстон возвращает полностью 100% потраченные инвестиции на младшую версию. Это очень удобный функционал, этим активно пользуются многие клиенты, потому что, собственно, эти клиенты, они могут начинать строить маленькие решения, потом они растут, и их бизнес растет, и это достаточно удобно и эффективно. Собственно, три старших продукта. Чем они отличаются и в чем их сила? Вот два самых старших продукта – это продукты для построения больших распределенных решений. Поэтому ключевой параметр для таких проектов – это отказоустойчивость. То есть это уровень безопасных городов, это уровень банков, это уровень объектов критической инфраструктуры, и это там, где требуется топовый функционал, какой-то очень важный, очень требовательный заказчик, он может получить эффективное управляемое решение. И, собственно, корпорейт отличается от всех остальных систем, то, что корпорейт позволяет строить федеративную архитектуру. Это означает, одна система может быть вложена в другую, и у локальной системы может быть свой администратор, а у системы, например, верхнеуровневой, есть единый администратор. Могу привести пример, это, собственно, может быть, корпорация Boeing. То есть у него кодофис в Америке, собственно, есть филиалы в Европе, есть филиалы в каждой конкретной стране. Для подобного заказчика федеративная архитектура она крайне важна, потому что у него очень много локальных администраторов, им нужно определять права, они должны управлять системой и работать со всеми данными, но в то же время они тоже должны находиться под управлением одного системного администратора, которые находятся в главном офисе. Собственно, Professional и Professional Plus, они на сегодняшний день не имеют ограничения по количеству серверов и по количеству масштабированных камер. У меня есть несколько проектов, решений, в которых построена система из полутора тысяч камер на Professional. Заказчик доволен, и, собственно, все это прекрасно и хорошо работает. И главный момент о том, что, начиная с экспресса, мы открыты, у нас есть возможности получить интегрированное решение. То есть мы можем добавить то, что нас интересует, и, собственно, что нас может интересовать, мы сейчас с вами как раз и посмотрим. В первую очередь, это, конечно же, клиентские приложения. То есть это то, с чем работают операторы, с чем работают руководители, и то, что может быть инструментом расследования и предотвращения ситуации. У Малтона таких клиентских приложений три. Один называется X-Protect Smart Client. Это полноценное рабочее место оператора. Второй клиент называется X-Protect Web Client. Он предназначен для удаленного просмотра и управления ситуацией. И в чем его большое преимущество? Мы с Web Clientом можем зайти на не в Web PC компьютеры, то есть на компьютеры под управлением, например, MacOS. Соответственно, потому что, конечно же, Малтона, он инсталируется на сервера и на компьютеры под управлением Microsoft Windows. В случае с Web Clientом мы можем, используя строчку браузера, просто дойти с планшета, с телефона, с iMac, с чего угодно. То есть очень много поддерживаемых браузеров, и мы имеем такую вот возможность выбора. И прекрасное устройство, собственно, это прекрасные клиенты на Moftone Mobile, которые служат для двух важных функций. Одна функция, это, конечно же, просмотр. То есть ей очень любят пользоваться руководители предприятий, потому что на их телефоне или планшете администраторы системы настраивают им доступ с правами, с использованием, с авторизацией. И, соответственно, они могут получить те камеры, которые их интересуют. Они могут посмотреть их из любой точки мира. Они могут посмотреть какие-то тревоги события. И они могут посмотреть архив. И вторая очень важная функция, которую Moftone сделал по просьбе американской полиции, это видеопуш. Это возможность использования камеры, смартфона как часть системы видеонаблюдения. Где это применяется? Например, полиция, милиция, то есть, соответственно, люди, которые выполняют свои служебные обязанности, они могут преследовать кого-то. Например, это может быть погоня за преступником. Соответственно, если полицейский свой телефон достанет и активирует свою камеру, и, соответственно, эта запись будет являться частью системы видеонаблюдения. То есть это будет доказательством того, что эти события действительно происходили. Потому что Moftone, позволяя использовать вот этот функционал, нам нужны такие же лицензии, как на камеры, и мы можем с помощью вот этого функционала решать такую задачу. На практике для чего еще использовать видеопуш? Видеопуш используют для оперативного досмотра каких-либо автомобилей. Как вы знаете, одна из очень важных задач на контрольно-пропускных пунктах – это как сделать так, чтобы воровали меньше. Так вот, с видеопушем мы можем, процент воровства практически сусти на нет. Потому что если охраннику, ему дать смартфон, соответственно, и поставить Moftone Mobile клиента, он, как вы видите, является бесплатным, то, собственно, он может записывать момент досмотра машины на свой телефон. И эти данные, они будут являться частью системы видеонаблюдения. Соответственно, в этой ситуации мы можем эффективно расследовать какие-либо события. И главное, что охранник не сможет войти в сговор с каким-то другим человеком, потому что удаленный оператор, он будет видеть, что же этот охранник записывает и что там происходило. Ну и, конечно же, все эти клиенты умеют работать с онлайн-видео, умеют работать с архивом, умеют экспортировать видео. Смарт-клиент еще, помимо того, что у него есть стандартный экспорт видео, то есть это AVMKV форматы, есть возможность экспорта в формате базы данных MouthStone. Это такой прекрасный формат защищенный, который позволяет нам гарантировать, что видео не будет модифицировано, потому что, как вы знаете, ролики AVMKV можно достаточно, ну, относительно легко, в общем-то, изменить в программе нелинейного монтажа. В случае же с форматом видео в формате базы данных экспорт происходит уже с готовым плеером, то есть визуально это выглядит как папочки, много-много папочек, но в этих папочках заходишь, и там только текстовые файлы, там фактически нет роликов. То есть при этом есть проигрыватель, мы можем посмотреть, что происходило, мы можем сделать реэкспорт, мы можем осуществить и сделать цифровую подпись, то есть у нас есть много-много способов, как сделать так, чтобы полученные доказательства были истинными, и как сделать так, чтобы мы гарантировали, что полученная информация, она подтверждает то, что на самом деле происходило. И вот, собственно, что расширяет функционал Молстона, и что может считаться как приложениями аналитическими, это вот целый ряд продуктов. Молстона – это их родные модули, которые предназначены для системы контроля управления доступом, для работы с программной видеостеной, для распознавания автомобильных номеров, для интеграции с системой, ERP-системой, например, больших распределенных розничных сетей. Это функция, которая позволяет осуществить запись экрана, и это модуль, который позволяет работать нам с кассовыми терминалами, с банкоматами, и даже интегрировать с различными решениями, которые могут отвечать за какие-то логистические операции. Я сейчас об этом поговорю немножко подробнее, для того, чтобы вам было понятно, как эти модули могут быть применены в реальной жизни. Поэтому следующий наш блок – это вертикальное решение и видеоаналитика. Конечно же, самым критическим и самым важным агентом является безопасность. Безопасность, за которую мы должны платить, а не расплачиваться. Потому что правильное проектирование безопасности позволяет нам предотвращать ситуации, позволяет нам снижать наши затраты на расследование каких-то ситуаций, устранение последствий. И, конечно же, она нам позволяет держать ситуации под контролем. Собственно, это наши функциональные требования. Мы хотели бы, чтобы у нас все было под контролем, каждый заказчик хочет, чтобы у него все было замечательно. Но что позволит нам достичь этого? Что позволит нам действительно обеспечить нашу безопасность и сделать ее мощной и сильной? В первую очередь, это, конечно же, отказоустойчивость. То есть это параметр, который влияет на способность системы находиться в нештатной ситуации, когда что-то пошло не так, когда, может быть, какой-то компонент или сервер по какой-то причине дал сбой. Соответственно, это очень важно для безопасных городов, для банковского сектора. То есть много-много заказчиков, для которых отказоустойчивость крайне важна. А помимо того, что для этих заказчиков важна отказоустойчивость, для них еще и важно не потерять данные. Поэтому, в том числе, Молстон, он правильно работает с этими параметрами для того, чтобы заказчику гарантировать сохранность данных. Второй очень важный параметр – это управляемость. Как я уже говорила, если в системе 50 камер, это не страшно. Если в системе 5000 камер или 50 000 камер, а у Молстона есть такие проекты, то, соответственно, управляемость и возможность анализа ситуации систем является очень-очень важным фактором. Следующий фактор – это предоставление доказательств. Потому что система видеонаблюдения на самом деле проектируется и строится для того, чтобы мы могли получить факт, который подтверждает, что что-то пошло не так, что что-то произошло, что была кража, что была какая-то ситуация, которая требует эффективного расследования и которая требует, в общем-то, устранения этой ситуации. Поэтому, если наши камеры, если наша система не дает нам, например, лицо человека, который совершил кражу в магазине, это бегал. И это значит о том, что она была неправильно спроектирована, неправильно построена, и заказчик просто потерял деньги. И поэтому вот факт правильного построения системы является важным для того, чтобы получить, собственно, доказательства. И, конечно же, основным и очень важным агентом это не только расследование уже произошедшей ситуации, но и предотвращение инцидентов, чем обычно занимаются серьезные силовые структуры, и на это тратятся достаточно большие и серьезные инвестиции. Что же Молстон может предложить для решения этих задач? Для решения вопроса надежности, отказа устойчивости и защиты данных. В первую очередь, Молстон может предложить отказа устойчивости на базе Microsoft Plaster для двух старших продуктов. При этом, согласно документации, Молстон обеспечивает время простоя не более пяти секунд. То есть это не просто слова, за этими словами, за этим параметром стоит множество реализованных проектов. У Молстона более 250 безопасных городов по всему миру, и, соответственно, он успешно справляется с этой задачей. Следующий параметр – это кибербезопасность. То есть в первую очередь, это Молстон очень много документов, которые направлены на специалистов, в том числе рынка безопасности и IT-безопасности, прочтя которые эти специалисты могут самым эффективным образом сделать настройки системы для того, чтобы повысить защищенность системы от кибератак. Это поддержка авторизации киберат. Соответственно, вот эти специалисты, я думаю, хорошо знают, что это значит. И Молстон это сделал буквально в прошлом году. До этого был другой протокол. Это шифрование базы данных в видео. Для чего? Для того, чтобы мы могли гарантировать, что информация не будет вскрыта по дороге. То есть из точки А в точку Б. Если идет перекачка пакетов, если идет, например, запись в одной точке, а переброс на системы хранения данных в другой части мира. Это цифровая подпись, которая нам может гарантировать то, что эти данные, то, что этот экспорт, то, что это видео принадлежало конкретному заказчику и было подписано конкретным человеком. И, конечно же, это полный контроль за действиями всех пользователей, всех администраторов в системе. То есть мы четко можем быть уверены, что если что-то с молстованным пойдет не так, то обычно это происходит в результате того, что чаще всего заказчики, соответственно, не всегда урезают операторам какие-то права. И, в общем-то, если возникают какие-то ситуации, то системные интеграторы, проанализировав, что же произошло, могут четко сказать причины и могут исправить эту ситуацию, то есть повысить уровень безопасности и, соответственно, повысить уровень защищенности систем. Как я уже сказала, это интеграция с IT-системами. То есть мы можем быть уверены в том, что мы малстонно завернем на любых средствах. То есть мы можем использовать любые сети, любые сервера. И, соответственно, в этом плане у заказчика, если есть какие-то предпочтения, есть какие-то стандарты, то он этому будет очень рад, потому что он сможет использовать то, к чему он привык и то, что будет для него являться правильным с его точки зрения. И за счет доказательств, о которых я уже сказала, то есть почему это важно и, собственно, что дает нам то, что вот факт того, что эти доказательства действительно являются истинными. Мне приходилось в силу профессиональной деятельности бывать в нескольких крупных магазинах, то есть это супермаркеты, и мне приходилось видеть, как работают операторы службы безопасности, которые, собственно, их задача буквально за 10 минут пребывания потенциального вора в магазине его выявить, сфотографировать лицо, сделать экспорт видео и в случае, если он что-то в таких украл, то сделать экспорт, вызвать полицию и оформить на него, в общем-то, протокол. Поэтому, собственно, работа с видеонаблюдением, мол, оно построено на очень высоком уровне, я имею в виду удобство работы оператора и удобство сбора тех самых доказательств. А evidence log – это такая функция, которая позволяет нам выбрать какой-то период времени в архиве и защитить его от удаления. То есть, например, это может быть связано с тем, что вы не доверяете своему руководителю службы безопасности. Но такое тоже может быть иногда, и, соответственно, собственник может решить, защитить эти данные и для того, чтобы не было потом каких-то ситуаций. Очень здесь мы гибкие в этом плане. Следующий блок, который MopStone позволяет эффективно решать, то есть это гибкость, управляемость и надежность. То есть, в первую очередь, это централизованное управление системой. Когда речь идет, как я уже сказала, о некоторых тысяч камер, когда речь идет о больших сложных систем МАК, то управляемость является ключевым фактором. Я приведу вам очень простой пример. Не могу назвать, к сожалению, заказчика, но это один из крупнейших банков. У этого банка порядка 3000 камер. И всей этой системой управлял один системный администратор. Был второй человек, который, конечно же, знал систему и подменял первого на случай, если тот уходил в отпуск. Но один человек был способен при своем обычном штатном рабочем дне проанализировать ситуацию, обрабатывать заявки со всех регионов. А там было порядка, если не ошибаюсь, 200 или даже 500 отделений. То есть, если были какие-то заявки от руководителей отделений на то, что там нужно было получить видеоролик передачи денег в кассе или были какие-то рекламации со стороны клиентов, то все это обрабатывалось. И при этом человек мог продиагностировать состояние камер, потому что, конечно же, это была IP-система. Человек мог продиагностировать состояние локальных серверов, человек мог продиагностировать пропускную способность сети, состояние живо-здоровых сервера и системы хранения данных. То есть, все это делалось в средствах Малсоуна. Собственно, вторая технология, которая позволяет строить нам большие интересные распределенные системы. И, кстати, даже очень оптимальные по бюджету. Это технология Интерконнект. Эта технология позволяет нам подключать независимые младшие системы в ядрокорпорейтинг. Где это может применяться и где это применяется. Например, если у вас есть подвижной состав, пусть это будет метро, пусть это будет поезд, соответственно, в котором вам нужно обеспечить локальную запись. У вас там может быть 1, 3, 10, 15 камер. То есть, есть смысл поставить независимую систему. Это может быть экспресс. И при этом у вас таких поездов может быть много. То есть, соответственно, и вы время от времени хотите получать эту информацию в центре, для того, чтобы у вас был архив долгосрочный. И для того, чтобы вы могли всем этим эффективно управлять. Поэтому подобная технология, она позволяет заказчику и партнеру гибко выбрать, что же лучше применять. Классическую схему корпорейта, федеративную архитектуру или интерконект. Это очень тонкие моменты. Конечно же, сейчас за один вебинар это не расскажешь. Но в процессе проектирования любой системы, учитывая требования, мы достаточно быстро выходим на оптимальное решение и предлагаем его партнеру. И, собственно, партнер может предложить заказчику. Онвив Бридж – это новинка, которую Молстон сделал буквально в прошлом году. Это возможность передачи видео из Молстон в другую систему по Онвив. При этом, как вы знаете, по Онвиву подключаются сейчас почти все камеры к любым системам, но только Молстон имеет возможность отдать видео из себя, из своей системы в какую-то другую систему. В частности, это использовалось во Франции для построения безопасного города Парижа, потому что у французов своя система мониторинга и сбора тревожит сообщений с различных источников. И, собственно, им необходимо было получать видео из Молстона, для того, чтобы с этим видео потом могли работать уже операторы в дальнейшем. Также, для того, чтобы системному администратору было легче трудиться, у Молстона есть встроенный функционал, который позволяет оценить состояние системы и области хранения видеоданных. Он называется System Monitor. И есть такой функционал Dashboard, который позволяет системным интеграторам в своем аккаунте, у них есть отдельный аккаунт на сайте Молстон в разделе MyMolstown. Вот Dashboard позволяет получить информацию о всех инсталлированных лицензиях этим партнерам. И, собственно, полезная функция, которая тоже достаточно является инновационной и новой, это перемещение Move Hardware. То есть это возможность перемещения камер на другой сервер без остановки системы. Что это означает на практике? То есть, казалось бы, оно так очень звучит и звучит, на самом деле очень важный момент, которого, откровенно говоря, нет у конкурентов, что, конечно же, не может не радовать. На практике означает следующее. Время от времени сервера требуют профилактического обслуживания. То есть нужно продукт-вентилятор, нужно что-то сделать, нужно, возможно, поменять диски, нужно что-то, что-то нужно. Соответственно, на этом сервере у нас записываются камеры. Как же нам быть? То есть мы не должны отключать запись, но при этом нам нужно обслужить сервер. Вот Молстон придумал такое интересное решение. То есть у нас, если у нас есть, то у нас должны быть выточные серверные мощности. Мы можем сказать 1, 2, 3, 5, 10, 20 камер мы пишем теперь не на сервер А, а на сервер Б. Соответственно, оператор даже не заметит то, что произошло это переключение. То есть это происходит практически мгновенно. При этом записи, которые были сделаны на сервере А, они, конечно же, там и останутся, но люди могут спокойно отслужить сервера и могут сделать какую-то профилактику. При этом, когда эта профилактика закончится, мы можем опять же сказать о том, что мы сервера Б перемещаем эти камеры обратно на сервер А. Очень удобный функционал для инженеров. Очень важный и очень полезный функционал, который Молстон имеет в своем активе, это работа с интерактивными картами. Вот справа, вы видите, я привела вам пример практически живой карты. Мы можем использовать, например, Google Maps, да, или OpenStreetMap, ну, Google просто платный является, но OpenStreetMap является бесплатным. И что Молстон сделал? То есть он сделал возможность нанесения пиктограмм камер прямо на карту, онлайн или офлайн, и мы можем с вами скроллить, зумить эту карту так, как нам удобно. То есть так, как на самом деле мы с вами делаем в телефоне, когда мы куда-то едем, пользуемся навигатором, когда нам нужно что-то посмотреть и что-то изменить. Соответственно, вот теперь мы можем точно так же обеспечить удобство операторов работы системы с помощью вот этого функционала Smart Maps. И Smart Maps поддерживает гид-карты, поддерживает кадровские карты, и благодаря этой технологии, причем очень большое удобство, но вот если вы видите, да, здесь там 3, 4, 5 камер, соответственно, если мы призумим, то есть мы сделаем так, что мы будем видеть не район, а город, то автоматически Молстон будет нам складывать эти камерки и писать нам на пиктограммки циферку. То есть это удобно, потому что мы не застаряем оператору просмотр, и оператор может эффективно видеть, сколько камер у него в том или ином районе, при этом на этой же карте будут отражаться тревоги. Если, например, на какой-то камере настроена детекция движения, и мы там настроили тревогу на эту детекцию движения, то, собственно, эта камерка поменяет свой цвет на карте, и мы сможем, оператор быстро сможет понять, что же произошло. При этом, если мы подведем курсор мышки на, собственно, на пиктограммку, то мы получим онлайн-видео с этой камерой, и мы можем перейти в контекстное меню для того, чтобы сделать серийные действия. Вот этот функционал интерактивных карт, он у Молстона был уже достаточно давно, но вот поддержка геонавигации и вот такого привычного нам зуминга, она появилась относительно недавно и пользуется бешеной популярностью. Ну, практически все известные мне заказчики перешли на такой функционал для того, чтобы сделать свою жизнь приятнее и удобнее. И у Молстона есть еще такой прекрасный функционал, который называется Smart Wall. Это программная видеостена, которую мы можем использовать для построения мониторинговой. Объясню, в чем разница. Есть классические видеостены, они прекрасные, хорошие, фирменные, вы можете выбрать, какую вам будет удобно. Но у них есть один существенный нюанс. Контроллеры этой видеостены могут поддерживать или не поддерживать те или иные модели камеры. В одной стороне мы столкнулись с тем, что заказчик выбрал определенного производителя видеостены. На тот момент модель камеры, которая была там в безопасном городе, она поддерживалась. Через год эту модель сняли производство, появилась новая. А видеоконтроллер эту модель новую он не поддерживает. И вопрос к производителю, пожалуйста, обновитесь. Они говорят, пожалуйста, заплатите нам сервис. Мы либо обновим прошивку контроллера видеостены, либо там надо поменять будет видеоконтроллер. Вот, чтобы заказчика не загонять в такой жесткий угол, у Молстона такой появился функционал. То есть, это возможность построить видеомониторинговую на любых серверах, на любых мониторах. То есть, при этом мы рассчитываем пропускную способность, мы рассчитываем параметры. И вы можете использовать телевизоры, плазмы, LED, то есть, все, что вам будет удобно. При этом управляемость того, что будет находиться на экранах, полностью Молстон берет на себя. То есть, на одном экране у вас могут находиться карта. На втором экране у вас могут находиться онлайн-камеры. На третьем экране у вас может быть находиться менеджер Требок. На четвертом экране у вас будет тревожный монитор. И в чем удобство? В том, что оператор, садясь в свое рабочее место, он может сделать эти настройки по себе, если, конечно, ему администратор систему разрешит. То есть, если я оператор мониторингового центра, то я могу под своим логином, паролем зайти, увидеть удобную мне раскладку. Мне удобно, например, коридоры слева, парковка справа. Мне там удобно, чтобы карта была внизу, например, тревожный монитор в центре. Если другому оператору удобно по-другому, то все это гибко настраивается и система этим удобно управляется. На самом деле, вот подобный функционал, он был недостижим практически для аналогового видеонаблюдения. Тогда этим функционалом занимались матричные коммутаторы, стоили они безумных денег. И, в общем-то, на самом деле, кроме статики, они операторам почти ничего не давали. То есть, да, они позволяли вывести видео из разных источников, но мы не могли оперативно поменять или управлять. Молстон дает эту гибкость, дает удобство, дает этот функционал. И очень важный момент, который позволяет нам действительно предотвратить потери, это видеоаналитика. Вот в этом сегменте активно работает видеоаналитика охранного назначения. То есть, это может быть и все параметры, все системы, которые связаны с мониторингом дорожной обстановки. Это может быть и распознавание номеров, это может быть и несанкционированный доступ к какому-то оборудованию. Это может быть детекция огня или дыма, это могут быть оставленные или появившиеся предметы. Это могут быть какое-то несанкционированное поведение толпы. То есть, либо человек может упасть, либо это какое-то нештатное паническое поведение, либо нужно нам посчитать автомобили, которые проезжают по городу и определить их среднюю скорость. То есть, таких задач очень много. На самом деле, список правил аналитики охранного назначения, он занимает порядка 40 позиций. И я на этом файле привела лишь некоторых вендоров, которые интеллированы с Майлстоуном, которые являются, ну, которые вендоров с мировым именем, имеют санкционизированные проекты и имеют эффективное решение для подобной обстановки. В мире достаточно много проектов реализованных. Могу привести вот в качестве предотвращения потерь такой проект, как «Статуя свободы» в Нью-Йорке. Камеры там использовались «Аксис». Платформа была «Малстон» и аналитика «Бривкам». Соответственно, этот проект был реализован относительно недавно, но количество туристов и количество желающих, чтобы что-то там произошло, оно просто гигантское. Поэтому заказчик подошел к этому вопросу очень тщательно и очень щепетильно. Производилось, конечно же, при проектировании, потом пилотирование, оценка рисков, саботаж системы на те или иные параметры. И в итоге мы имеем успешное внедрение и, соответственно, каких проектов в мире все больше и больше растет. Практически сейчас аналитика охранного назначения интересуются все крупные предприятия. Конечно же, интересуются безопасные города. И, конечно же, интересуются те объекты, которые отвечают за критическую инфраструктуру. Такие, как гидроэлектростанции, атомные станции, или объекты химической промышленности, или даже природоохранные какие-то объекты, связанные, например, если город обеспечивается водой с определенного водохранилища, то крайне важно контролировать периметры этого водохранилища и все параметры, связанные с его нормальным функционированием. Собственно, вторая большая группа, с которой работает Молстон и которую обеспечивает Молстон, это сохранение инвестиций. Что это такое? То есть это категория объектов, в которые попадают различные бизнес-центры, в которые попадают коммерческие объекты, в которые попадают гостиницы, в которые попадают школы, в которые попадают практически все, что мы можем с вами представить, включая, например, государственные учреждения. Что мы там должны с вами делать? Мы, конечно же, должны контролировать бизнес-процессы. То есть если это бизнес-центр, нам важно, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, вовремя платил за аренду, потому что, как правило, обеспечение безопасности ложится на плечи управляющей компании. И, собственно, нам важно, чтобы любая ситуация была эффективно расследована и мы могли решить спорные вопросы. И для бизнеса крайне важно это минимизация совокупной стоимости владения. Вот это тот параметр, по которому вас всегда будут спрашивать заказчики. Потому что если объекты критической инфраструктуры, там в первую очередь, конечно же, надежность и отказоустойчивость, и, как правило, это инвестиции государственные, то в те деньги, которые вкладывает бизнес, бизнес хочет, чтобы эти деньги вернулись. Поэтому, каким образом Молстон позволяет решить эти задачи? И вот здесь вот Молстон применяет все свои инновации для того, чтобы обеспечить клиентов возможность сохранить инвестиции. Все чаще и чаще, но, видите, появляются камеры. Уже это, де-факто, 12 мегапикселями никого не удивишь. Есть камеры уже 20, 30, 33 мегапикселей. Возможно, будет рост мегапикселей продолжаться. Это зависит от технологии оптики, электроники, в первую очередь оптики. И, собственно, Молстон умеет работать с этими камерами. То есть мы тем самым можем установить камеру более высокого разрешения, покрыть большую территорию и сэкономить заказчику деньги на монтаже, на сети, на точках подключения и, соответственно, на точках обслуживания. Этим очень успешно пользуется коммерческий сектор. Такие же решения многомегапиксельные любят и безопасные города. И это, когда очень правильный путь, потому что объективно, даже несмотря на то, что поток от камеры большего разрешения будет больше, и нагрузка на сервера и сеть будет больше, но объективно это будет стоить дешевле, чем мы поставим одну камеру вместо четырех или пяти, даже там самых обычных. Следующий параметр инновации – это поддержка кодека 265. На текущий момент этот кодек поддерживает не очень большое число производителей. Он еще полностью не специфицирован, но это количество будет расти. Молстон сделал эту поддержку в прошлом году, в 2016 году с выходом очередного релиза. И наличие камер, которые имеет этот кодек, позволяет нам снизить совокупную стоимость владения на 50%. Почему? Потому что с кодеком 265 у нас меньше поток. Меньше поток мы можем использовать либо камеру более высокого разрешения, получим тот же поток, что и стандартного, либо мы можем использовать камеру стандартного разрешения, например, 2 Мп и получить ниже поток, получить ниже нагрузку на сервер, получить либо большую глубину хранения, либо, соответственно, снизим стоимость наших решений. Поэтому вот этот параметр напрямую связан с параметром снижения инвестиций. Еще одна прекрасная технология – это поддержка Intel QuickSync. Это аппаратное декодирование потока. Что это означает на практике? Вот в процессорах Intel декодирование потока H264, оно производится силами самого процессора. И мы не нагружаем наш сервер и нашу рабочую станцию для того, чтобы распаковывать этот пакет. То есть, чтобы понять, насколько это эффективно, представьте себе, что сейчас в основном операторы и заказчики требуют, чтобы на одного оператора выводилось до 100 камер. Конечно, это не сильно эффективно с точки зрения эргономики, но для общего обзора это вполне нормально, если учитывать, что мы можем настроить гибко реакцию на тревоги, делать тревожный монитор и, в общем-то, считать, что 100 камер для общего обзора – это не так уж плохо. И вот получается, что нам нужно на рабочее место оператора вывести 100 фильмов Full HD разрешений. Соответственно, нам, конечно же, в этом случае это рабочее место оператора превратится в полноценный сервер. Если мы используем вот эту технологию Intel Fixing, она есть практически на всех современных процессорах, мы снижаем до 60% нагрузку на рабочую станцию. То есть, по сути дела, мы, если раньше бы могли использовать, у нас было ограничение, либо если заказчик говорит, я хочу использовать рабочую станцию с конфигурацией такой-то, то мы могли сказать, вот здесь будет 32 камеры, или там 40, или 50. То есть мы могли либо идти путем тиражирования, чтобы вывести нужное количество камер, мы бы покупали и предлагали заказчику купить нужное количество рабочих мест, либо мы бы говорили, заказчик, давай возьмем более дорогую машину, для того, чтобы ты мог поставить 2, 3, 4 монитора и получить то, что ты хочешь. Так вот, на практике это означает, что мы с вами экономим деньги заказчика на, собственно, стоимости рабочих мест. И вот эта технология, она является очень-очень практичной. То есть у меня был опыт в прошлом году, клиенты, те, которые переходили на эту технологию, они остались мега довольны, потому что у некоторых даже появились свободные машины-операторы, они их использовали для каких-то других нужд. То есть, собственно, это более чем практичная технология. Еще одно прекрасное нововведение, это буферизация в RAM памяти. Как вы знаете, детекция, ну, фактически все системы видеонаблюдения сейчас пишут по детекции движения, я практически не знаю заказчиков, кто бы использовал запись живого видео, потому что практического смысла в этом почти нет. Разница между 25 кадров в секунду и 18 кадров в секунду. Небольшая глаз ее не видит. Если кому-то интересно или не уверены, у меня есть прекрасный флеш, флеш такая анимация, которая позволяет наглядно увидеть разницу по количеству кадров в секунду. Могу вас уверить, что разница была там незаметна. Если кому-то интересно, пожалуйста, напишите. В конце вебинара будет в моей кадре. Я поделюсь с вами этой флеш-анимацией, вы убедитесь в этом сами. Так вот, запись по детекции движения ранее, ну, не то чтобы ранее, даже во всех системах, она требовала использования жестких дисков, потому что в системе видеонаблюдения мы, как правило, настраиваем предзапись и постзапись. То есть у нас есть какая-то детекция, у нас есть движение в зоне, мы пишем, например, 3 секунды до, 3 секунды после. При этом, чем больше движения, тем больше мы пишем и саму детекцию, и эту дельту времени. Соответственно, у нас растет нагрузка на жесткие диски. Поэтому для того, чтобы система ничего не пропустила, нам нужны качественные, хорошие, надежные жесткие диски. У каждого производителя есть еще требования к типу дисков. Соответственно, Молстон создал такую технологию, когда мы можем эту детекцию движения буферизировать в рампанике. То есть мы не задействуем жесткие диски вообще практически. И тем самым мы продлеваем жизнь этим дискам, тем самым мы снижаем тепловыделение от этих дисков, естественно, мы снижаем энергопотребление этих дисков. И, собственно, за счет этого параметра были на нескольких конкретных в конкретных, больших проектах, средних выполнены расчеты. И мы получили снижение стоимости архива до 80%. То есть мы и они ведут компанию Молстон. Поэтому это абсолютно реальные цифры. Это очень важная инновация, которую, конечно же, нужно поделать. Еще одна инновация. Называется она видеобруминг или просто груминг. То есть это возможность прореживания архива средствами Молстон X-Protect Corporate. То есть это касается старшей версии Corporate. Зачем это, что это и где это применяется? Например, у вас есть требование хранить видео один год или полгода, или три месяца. Соответственно, если вы все камеры, а возможно это безопасный город, и возможно там действительно нужно живое видео, то есть, предположим, может быть даже это распознавание номеров, и там будет требование к 50 или 60 кадров в секунду, то есть, соответственно, вы можете получить стоимость архива очень гигантского. При этом, согласно статистике, мы понимаем, что если за месяц ничего не произошло, никакого инцидента не случилось, ценности в этом видео снижаются. Да, но нам нужно для того, чтобы осталось это видео, чтобы мы могли все-таки посмотреть, что происходило, но глобально, если инцидента нет, то все окей, и нам бы этот видео архив как-то оптимизировать. Так вот, Мауссом позволяет сделать следующий момент. Мы можем писать, например, месяц 25 или 18 или 30 или 50 кадров в секунду, после этого, через месяц, мы можем выбрать нужную нам частоту кадров, например, пусть это будет 15 кадров в секунду, и сказать, оставить еще на месяц, и после этого мы уже понимаем, что время достаточно длительный период, и ничего не должно было произойти, что осталось бы без нашего внимания, поэтому в следующий раз мы делаем прореживание до 3 кадров в секунду и ухраним год. Вот эта процедура выполняется соответствиями корпорейта, это собственный функционал Малстовна, и он позволяет в разы, в десятки раз сэкономить вам на архиве, на долгосрочном хранении видео. И еще две интересные технологии, которые, на самом деле, активно используются банковским сектором, потому что вот следующий пример. Сеть распределенных банковских сериалов не всегда имеет, к сожалению, очень хорошие пропускные каналы. Иногда бывает так, что канал составляет там, ну, 2 мегабита, может быть, меньше, может быть, больше, и, конечно, днем этот канал никто под видео не готов будет отдать, потому что днем там бегают транзакции, какие-то финансовые моменты, и, собственно, если мы хотим контролировать, что происходит в этом отделении, мы можем либо поставить ЭД-карточку и писать видео на камеру, но, конечно же, мы понимаем, что это небезопасно, поэтому мы бы хотели иметь архив в центре. С помощью технологии Edge Storage, которую, на самом деле, Малстовн сделал ли совместно с Access'ом, первыми в мире, собственно, такая технология позволяла сделать вот что. То есть мы могли записывать видео локально на камере на карточку и либо по команде оператора, либо по расписанию в удобное время переливать этот архив в центр. Соответственно, если в процессе переливки канал прерывался, то есть что-то пошло не так, то ядро, система брала на себя полностью функционал дотянуть эти данные. То есть мы в центре гарантированно получали всю видеозапись полностью. И вот более расширенная технология, это Scalable Video Quality Recording, она позволяет делать вот что. Она позволяет видео писать на локально высоком качестве, а в центр она позволяет передавать видео одновременно в более низком качестве. То есть здесь это прекрасно может работать, например, для подвижного транспорта или для тех же банковских отделений, в которых хоть какие-то каналы пропускные есть. Соответственно, и вот если мы в центре получаем живое видео, все хорошо, мы просто мониторим ситуацию, если нам нужно, мы понимаем, что был все-таки инцидент, то мы можем видео в хорошем качестве получить из локальной точки, опять же, по расписанию или по команде операторов. Вот все эти технологии, они направлены, конечно же, на то, чтобы заказчик мог получить оптимальную стоимость владения системой. И прикладные решения, прикладные модули. Распознавание номеров. У Молстон у нас называется X-Protect LPR, Latinx Place Recognition, это международный термин для распознавания автомобильных номеров. В чем сила? Молстон распознает однострочные и двухсторочные номера с различными вариантами комбинации цветов. И на сегодняшний день поддерживается номера более чем в 100 стран мира. Эта информация доступна на официальном сайте Майлстоун. Вы можете всегда проверить, зайти, посмотреть, есть ли поддержка номеров вашей страны. Если она есть, это прекрасно. Значит, там есть шаблоны номеров, которые вы можете увидеть, что поддерживается, что будет распознано. Если не поддерживается и это требуется для проекта, это не проблема. Мы с Молстоном этот вопрос можем решать в рамках проектов. И в частности, в прошлом году специально для Грузии Молстон сделал поддержку грузинских номеров, и теперь они уже распознаются модулем LPR. Что очень удобно, и почему мы этот модуль можем использовать даже в самой младшей версии с экспрессом, и почему мы на базе этого можем сделать прекрасные решения по парковкам, потому что у нас оператор может либо получить, ну, предположим, это бизнес-центр, да, вот мы с вами строим бизнес-центр. Построили, поставили шлагбаум, хотим автоматизировать действие сотрудников. И, соответственно, хотим сделать так, чтобы охранник все время не бегал стрелком или с кнопкой, а чтобы сотрудники могли, например, по распознанному номеру доехать или действовать. Делаем следующим образом. Берем список сотрудников, да, там параллельный имя, фамилия, номер, должность отдел, загружаем это в Молстон, то есть мы можем импортировать этот список. Мы можем этот список ранжировать, например, сделать белые или черные номера. Белые, понятно, вид там руководства, гости и любимые. Черные номера, это если у нас есть какие-то, ну, недобросовестные партнеры-клиенты, которых мы бы, конечно же, не хотели с ними взаимодействовать. И, собственно, мы можем это сделать на базе интеграции с контролем доступа или даже на базе сухих контактов камеры. То есть LPR распознает номер, мы даем команду на сухой контакт камеры открыть шлагбаум, то есть камера дает команду на двигатель шлагбаума, открывается и там через какой-то период времени закрывается. Соответственно, поэтому удобство работать с этими списками очень-очень широкое и действительно большое. И главное, что мы можем получить тревоги. Я, собственно, присутствовала при пилоте на уровне безопасного города, и когда очень большое количество точек въезда, это может быть называться южные оборота, северные оборота, восточные, западные и так далее, то в этой ситуации мы должны иметь возможность быстро найти какую-то машину в системе. Вот здесь поддерживаются маски нечеткого поиска. То есть мы можем, нам не обязательно задать полностью номер полностью, мы можем задать какие-то части номера, либо мы можем выбрать только там южные оборота, да, только западные. И потом из этого сделать удобный отчет. То есть он действительно удобный. Кроме всего прочего, вот из совсем недавних моментов одному из клиентов нужно было, чтобы в этот отчет еще были добавлены несколько полей. Учитывая, что Молстон, в общем-то, взаимодействует с SQL, то дописав эти несколько полей в SQL, несложными операциями люди получили себе еще и расширенный такой вот список и возможности для индивидуальной кастомизации. Еще один модуль, который предназначен для, собственно, эффективного управления бизнесом, это модуль контроля доступа. В этой ситуации очень важно понять, что у Молстон не производит своих собственных контролеров и считывателей. Молстон позволяет работать с железом сторонних производителей контроля доступа, но в интерфейсе Молстона. То есть мы получаем ту самую удобную и наглядную интеграцию, когда у нас на одном экране будут камеры и когда у нас на одном экране будет либо событие контроля доступа, либо если это банальная бабушка Божия Думанчик, которая сидит на прокурсном пункте, где-нибудь там, ну пусть даже это будет дом или пусть это будет какой-то коттеджный городок, то у нее будет всплывать фотоидентификация. То есть по мере того, как человек со своей карточкой проходит через точку А, у нее будет появляться данная человека, который проходит, да, что там на карточке, какая фотография, и того, которого она видит. И у нее в интерфейсе будет появляться возможность заблокировать этого человека, то есть не дать ему пройти дальше, если мы ей такой функционал разрешим. То есть это прекрасное решение, как раз направленное на небольшие и средние проекты, потому что как раз на небольших средних проектах заказчику хочется получить всегда больше, а классическое решение контроля доступа, оно является обычно более дорогим. Но при этом мы, конечно же, можем работать с интерфрайз-сегментом, и в этом нам помогут партнеры по контролю доступа, которых достаточно много. То есть учитывая то, что мы взаимодействуем на рынке СМГ, хочу подчеркнуть, что вот Орион Болит интегрирован с Майлстоуном, ну и, собственно, очень большой спектр различных мировых производителей, в том числе там контроллеры Аксис, Эскады Бош, Рейндж, Ханнивелл и так далее, и так далее. Я оставила полный перечень партнеров по СКУДу гиперстрилочкой, вы сможете потом зайти на фонд, чтобы вам будет удобно и этим воспользоваться. Ну и, собственно, для того, чтобы предотвратить потери, для того, чтобы, соответственно, подволить нам сохранить инвестиции в нашей коммерческой серии, помимо охраны аналитики, нам может понадобиться еще и бизнес-аналитика. И в этой ситуации нас могут интересовать распознавание пола возраста, нас могут интересовать контроль очередей или скопление толпы, нас могут интересовать эмоции людей, нас могут интересовать очереди, и нас, конечно же, может заинтересовать почет людей. Поэтому вот те же компании, которые занимаются, как правило, аналитикой охранного назначения, у них есть эти правила, и, собственно, есть целая группа компаний, которые занимаются сухой бизнес-аналитикой. И один еще такой очень большой и важный блок – это возврат инвестиций. То есть, собственно, когда мы с вами не просто хотим от системы видеонаблюдения, чтобы она нас охраняла, защищала, но мы еще хотели бы снизить риски наши, мы хотели бы сделать так, чтобы наш бизнес нам дополнительно приносил больше прибыли. И вот это решается с помощью различных интеграций и за счет предотвращения операционных потерь. И, конечно же, опять же, это снижение самоутипной стоимости. На практике это означает вот что. То есть, это целая группа различных функциональностей аналитики, которую мы можем использовать для того, чтобы наш бизнес стал эффективнее. Почему здесь именно акцент на ритейл? Да потому что, на самом деле, как вы знаете, может быть, знаете, не знаете, скажу эту статистику, она достаточно мировая, о том, что 80% всех потерь магазинов происходит в кассовых залах, точнее, в залах. Но 20% происходит на кассах. Но только сумма потери на кассе, она составляет в среднем 200 долларов, а сумма потери в зале, она составляет 20 долларов или даже меньше. То есть, соответственно, это говорит о том, что если вы хотите экономить ваши деньги, то вы должны сделать так, чтобы вас на кассах не воровали. И вы должны сделать так, чтобы все процессы, которые были связаны с кассами и операциями, находились под вашим контролем. С этим вам помогут три модуля от Noctone. Они разные, каждый выполняет свою задачу. Первый, самый простой, это X-Protect Transact. Он работает с кассами, он может работать с банкоматами, и он может позволить вам сделать интеграцию, например, с какой-то RFID-системой логистической. То есть, это может быть упаковка какого-то товара, когда, например, какой-то процесс технологический упаковывает что-то. Пусть это будут елочные игрушки. Это первое, что мне пришло в голову. То есть, мы упаковываем елочные игрушки, у нас в упаковке должно быть их 10. Мы их упаковали, человек наклеил шрифт-код, и сканерам считал, что он эту операцию завершил. Если мы в этой зоне поставим камеру, то мы сможем синхронизировать данные с его, собственно, вот сканера, с видеорядом. Потом эта упаковка, эта посылочка, она переходит к перевозчику, и, соответственно, при передаче перевозчику документов мы аналогично сканируем данный шрифт-код второй раз, или другой шрифт-код, как уже там по процедурам. То есть, соответственно, в этот момент мы гарантируем, что было правильно упаковано и было правильно передано. И если к точке приемка этой посылки, где третий раз происходит сканирование, мы получили 9 елочных игрушек, то мы понимаем, что вором является перевозчик. И вот комбинация различных бизнес-задач, вот различных условий, как раз и широкие возможности транзакта позволили ему основную реализовать огромное количество проектов. То есть список банков, которые используют транзакт, он там более 50. Соответственно, есть интересная история успеха, это логистическая компания немецкая DPD, где вот с помощью этого модуля заказчик существенным образом оптимизировал свои потери и вернул своих лояльных клиентов. И главное, что этот модуль, он вам, от вас не требует интеграции с конкретной моделью кассового терминала. Потому что мы, нам нужны данные только по TCP IT. Нам нужен просто поток информации, которую мы обозначим как начало-конец чека, которую мы символами определим, что это у нас пиво, водка или это у нас дорогой коньяк, и, соответственно, по которому мы по параметрам сможем осуществить поиск и сможем получить анализ ситуации, которая происходила. Следующий модуль, который, конечно же, от этой идеи кассиры в магазинах ваших клиентов не придут в восторг, но, поверьте, для бизнеса это очень полезно. То есть это возможность записи экрана, либо компьютеров под управлением DNDOS, либо посттерминала. И этот экран мы будем видеть как камеру видеонаблюдения. То есть мы можем ее вывести нужным людям или не вывести. То есть, например, обычному оператору, может быть, это не нужно, а руководителю экономической безопасности это крайне нужно. И, соответственно, благодаря связке, например, транзакта и скрин-рекордера мы можем получить факт доказательства мошенничества. И в этой ситуации европейские клиенты используют эту функцию как обучение и проведение тренингов. Потому что мы можем сделать компьютер супервайзера, ему вывести там сразу 16 разных экранов различных людей, и пока эти люди делают какие-то атерации, у человека есть возможность в едином интерфейсе быстро контролировать и подсказывать, как и что происходит. И еще очень мощный и сильный продукт ритейл. Это, я бы сказала, такой кастомный продукт. То есть этот продукт, он рассчитан на большие распределенные сети ритейловые, и он является важным инструментом постанализа для экономической безопасности. Собственно, в чем секрет этого модуля? Зачастую клиент, ну вот мы с вами проконтролировали, что было пронесено тот или иной товар через кассу, вроде как наши все риски под контролем. Но если мы приходим с вами не в магазин, а приходим, например, в партнерный магазин, то здесь все становится немножко по-другому. Потому что у целой сети магазинов есть дисконты, есть программы лояльности, есть карточки у сотрудников. И здесь происходят различные операции, такие как открытие кассового терминала с нулевой транзакцией, или возврат товара, или, например, выдача дисконта, или, 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 или. Так вот, Молстон, он собрал у всех там ритейлеров такие вот ожидания и вывели порядка 20 типовых запросов, которые было бы интересно экономической безопасности получить для расследования. И все было бы прекрасно, но эти запросы нам дадут данные из VIP-системы. Но мы не можем визуально понять, что происходило. Поэтому Молстон сделал интеграцию своей системы видеонаблюдения с ERP. И тем самым, выбирая запрос, вот как раз справа на скриншоте это показано, да, там список запросов, и синеньким посвечена конкретная строка, мы попадаем с вами в интерфейс ERP-системы, и мы можем, например, следующий вопрос задать. Какое количество дисконтов было выдано за вчерашний день в сети наших магазинов? Соответственно, ERP-система эти данные выдаст. И вот мы смотрим, что, например, на всех магазинах было выдано две дисконтные карточки, а на одном магазине было выдано пять. Это какой-то повод задуматься, почему это происходило. Может быть, там действительно клиенты купили на много денег, а может быть, это просто человек, который выдал эти дисконты своим знакомым, друзьям, родственникам. И, соответственно, вот такой поиск и приход к видеонаблюдению позволяет в разы, чтобы вы понимали, в разы, это правда сократить потери на карты. Примеров тому очень много. На самом деле, если у вас есть такие клиенты, то мало что он делает экскурсии в магазин Матерс, и, соответственно, руководители службы экономической безопасности как раз может поделиться своим опытом по внедрению подобных проектов. И, соответственно, для возврата инвестиций очень важно получить, как я уже сказала, такие вот бизнес-данные. То есть это может быть и длина очередей, это может быть траектория движения людей, это может быть статистика зон заинтересованности, это, конечно же, может быть распознавание пола возраста. И таких потребностей в ретели очень много. Как раз правильный выбор модуля и правильная информация позволяет нам максимально эффективно решить поставленные заказчиком задачи. Что же есть у Молстона для того, чтобы поддержать партнеров, для того, чтобы партнеры, которые никогда с Молстоном не работали, не могли начать работать, а партнеры, которые с Молстоном работали, они могли совершенствовать свои знания и расширять свой кругозор. Молстон, как открытая компания, имеет очень много информации на своих сайтах. Наиболее полный сайт, конечно же, англоязычный, потому что это европейская компания. Актуальный сайт и много полезной информации на русской версии сайта. Есть на сайте, как бы, отдельно закладочки, отдельно разделы «Партнеры по интегрированным решениям». Это вот «Solution Partner». Здесь есть прямая гиперссылочка, вы сможете перейти, посмотреть. Есть ссылочка на раздел «Поддерживаемые устройства». Это то, с чего начинают многие интеграторы и заказчики, потому что вопрос в основном такой. Скажите, у меня есть камера, например, там, камера X или камера V, там, модель какая-то, такая-то, она, можно ее подключить к Молстону? Ответ очень простой. Вы заходите в раздел «Supported devices», вы выбираете версию, которая вас интересует, и вы выбираете бендера, или можете просто ввести эту модель. Соответственно, на 99,9 периоде, могу вас уверить, что модели все практически поддерживаются. Часть моделей, это основные рейтинговые производители, там их, может быть, топ-30-40 в мире, они поддерживаются по полноценным девайс-пакам, то есть это полноценная интеграция, и много моделей там, соответственно, поддерживается по NWIFU. Вы можете использовать ресурс онлайн-курсов, они бесплатные. Вы можете почитать и ознакомиться с вертикальными решениями по каждой отрасли более подробно. Есть ссылочка, как стать партнером Молстон, есть для специалистов, кто интересуется более подробно кибербезопасностью, целый блок и разделы, и материалы. И есть ли для тех материалов, где можно скачать различные брошюры, презентации, почитать даташиты, спецификации у Молстона, все в открытом виде. То есть я имею в виду о том, что все, что вам нужно для того, чтобы узнать и поработать с продуктом, вы можете это сделать с помощью сайта. То есть единственное, что нет на сайте, это прайс-лист, потому что он разный для разных регионов, поэтому прайс-лист будет доступен на сайте дистрибьютором, то есть на нашем сайте. И, собственно, партнерская программа с точки зрения уже таких отношений профессиональных и возможностей получения преференции для партнеров. Есть портал на сайте Маймолстон, где можно зарегистрировать проекты самостоятельно. Зачастую партнеры просят дистрибьюторов это сделать. Мы отказываться не будем, мы будем стараться вам помогать, хотя, конечно же, будем напоминать о том, что у вас такая возможность тоже есть. Собственно, партнеры могут скачать там прайс-листы, там есть многочисленная база знаний, есть возможность открыть кейс или задать вопрос технической поддержки, есть калькуляторы счета технических параметров системы и есть возможность отследить ранее проданные лицензии. То есть, соответственно, вы можете, приведу пример, то есть, если какой-то системный интегратор активно работает с рынком, у него могут быть там 20, 30, 50 проданных лицензий. И вам будет удобно следить за тем, чтобы вовремя вы заказчику сделали предложение по поддержке, может быть, есть смысл обновиться на более новую версию и так далее, и так далее. То есть, все это может быть под вашим контролем. У Малстона есть требования к партнерам, которые хотят работать с двумя старшими версиями. Это эксперт и корпорейт. Для того, чтобы, собственно, работать с этими версиями, необходимо пройти сертификацию. То есть, должен быть один сертифицированный инженер по проектированию и один сертифицированный технический специалист. Собственно, это требование абсолютно оправданное. Эти курсы делаются платными. И на самом деле эти знания позволяют системным интеграторам действительно квалифицированно экскалировать системы и осуществлять, отвечать на вопросы заказчиков и, в общем-то, делать поддержку. То есть, более старший уровень партнерства имеет смысл говорить, когда мы с вами все станем золотыми партнерами, но вы в частности, да, то есть мы как дистрибьютор имеем также требования к обязательной сертификации наших инженеров и специалистов. И это абсолютно правильно, потому что все мы должны понимать, с чем мы работаем. Ну, а для партнеров начального уровня, соответственно, достаточно пройти онлайн-курс, и, соответственно, вы можете продавать любую систему, кроме двух старших. Продавать и покупать. Вот, как бы, на этом слайде я специально сделала такой удобном виде перечень курсов, которые доступны и для партнеров, и для конечных заказчиков. Вот гиперссылочками – это онлайн-курсы бесплатные. Очень рекомендую их пройти. Единственный нюанс – они пока доступны только на английском языке, но это даже хорошо, потому что английский – международный, и, в общем, мы все с вами, наверное, хотим его знать. Вот. И целый ряд курсов, которые может выбрать партнер. И очень рекомендую обратить внимание на заказчиков, внимание заказчиков на два курса, которые, на самом деле, имеют смысл пройти их специалистам, если они будут заниматься управлением IT-инфраструктурой самостоятельно. У меня есть такой пример. Это металлургические предприятия. Соответственно, внедрение в систему предприятия невозможно. То есть, никого из подрядчиков не допускают ни к чему, не завести в один пароль, ни к чему. Поэтому, соответственно, вот подобные заказчики, они обычно сертифицируют своих специалистов, инженеров, для того, чтобы полноценно можно было контролировать подрядчиков. Релизы и обновления. То есть, собственно, Malftone примерно 2-3 раза в год сделает релиз своих новых версий, и примерно 3-4 раза в год делает обновление девайс-пака. Девайс-пак – это, собственно, такой пакет, который позволяет синтевировать новые версии сетевых устройств. Это могут быть камеры, кодеры, различные устройства. Вся эта информация открыта. Malftone обычно это делает заблаговременно. пишет письмо партнерам, соответственно, о том, что выходит такой-то релиз, будет такой-то функционал и, соответственно, выкладывает инструкции, как обновиться. Могу сказать, что обновляться можно не то чтобы смело, обновляться можно и нужно, потому что все релизы, они тщательно проверяются тестировщиками, потому что у Malftone на очень большое количество программистов и, соответственно, большое количество технических специалистов. Выход релиза всегда предшествует серьезный процесс тестирования, поэтому если релиз вышел, значит, в нем все уже идеально и прекрасно. И мы можем обредить своих клиентов. И объективно с выходом каждого нового релиза добавляется функционал, но при этом за последние 4 года я вот на моей памяти цена не меняется. Соответственно, вот вышел новый продукт Express Plus и Professional Plus, у него цена чуть-чуть отличается, но у него и функционал более продвинутый и интересный. Поэтому, соответственно, вы всегда можете быть в курсе, что выйдет, и для себя решить, хотите ли вы апгрейдиться. Апгрейдиться рекомендую, потому что, вот приведу такой простой пример, соответственно, когда-то в 2013 году в Professional не было поддержки интерактивных карт. Эти карты были только в более старших версиях Enterprise и Corporate. И вот в 2013 году те клиенты, у которых, даже в 2014, у которых был Кирплюс, сейчас об этом и поговорим, те клиенты получили счастливую возможность получить этот функционал интерактивных карт. И был еще один прекрасный релиз, по-моему, это было в 2015 году, когда в Malftone Corporate Malftone включил функционал Smart Wall, как бесплатный. Но при этом отдельный Smart Wall стоил более 10 тысяч долларов. Соответственно, и у меня вот целый ряд счастливых клиентов, которых я знаю, которые сделали апгрейд и были просто счастливы, что с ними такое в жизни произошло. Собственно, Malftone Care, то есть это поддержка, которая продается для некоторых версий опционально, то есть это три младшей версии. И для старших версий покупка поддержки Malftone Care Plus является обязательной на первый год. Соответственно, есть пакеты поддержки еще Premium и Elite. Это уже для очень серьезного бизнеса, для долгосрочного сотрудничества, для того, чтобы клиенты могли быть уверенными о том, что они получат и персонального технического менеджера, и гарантированное время отклика, и, соответственно, гарантированную высуточную поддержку. Но даже для партнеров, которые этой поддержки не имеют, да, предположим, это какой-то там совсем бюджетный вариант, Care Basic, он, тем не менее, позволяет партнерам воспользоваться всем арсеналом, который есть на портале Malftone. То есть это и пользовательский форум, это база знаний, это проверить поддержку устройств, зарегистрировать ключ, посмотреть видеоматериалы, видеотуториалы, изучить какой-то продукт, почитать мануал, почитать White Papers, это, как правило, такая техническая развернутая документация по той или иной тематике, посмотреть в какой-то каталог и получить квалификацию с помощью бесплатных онлайн-курсов. Соответственно, успешные проекты, их очень много, они есть в каждой сфере, в каждой отрасли, то есть куда мы с вами не пошли, мы всегда можем найти пример того заказчика, который вам, для вас был бы функционально интересен. То есть у меня много запросов, когда заказчик данной серии говорит, я хотел бы, может быть, поговорить с заказчиком, с другим, или уточнить, как они решали ту или иную проблему, в этой ситуации гендер всегда помогает, потому что есть смысл, такой опыт, если он не является закрытым конфиденциальным, спрашивать и, соответственно, этот опыт использовать в реализации проектов. И, собственно, практически в каждой сфере, во всех, не в каждой, во всех сферах у Молл-Соуна есть много-много успешных проектов. Собственно, что же мы, как компания, вы, это дистрибьюзор, компания SoftProm by ERC, готовы предложить вам, нашим партнерам и, соответственно, от вашего имени вашим заказчикам. Мы готовы на базе подписанного контракта с Молл-Соуном предложить вам систему технической безопасности. Конечно же, это система IP-видеонаблюдения, конечно же, это будет система контроля доступа, это будет видеоаналитика и охрана, и бизнес. Решения, которые позволяет Молл-Соуна осуществить, позволят нам предложить различные варианты интеграции. Мы можем также использовать и предлагать, у нас есть в портфеле система хранения данных, у нас есть вендор по сетевой инфраструктуре, по серверам, и, соответственно, есть вендор по профессиональным мониторам и по устройствам электронной подписи, которые могут быть полезны в системах контроля доступа. В ближайшее время мы, я думаю, подпишем контракты с некоторыми производителями, и сможем для вас это все анонсировать. Как мы видим наше с вами взаимодействие и сотрудничество? Чем мы вам можем помочь на момент до продаж и после продаж? Соответственно, учитывая то, что мы обладаем всеми необходимыми техническими компетенциями, мы можем помочь вам в создании технического решения на базе Молл-Соуи или, собственно, на вот комплексное такое решение. Мы можем помочь составить спецификацию, то есть выбрать, порекомендовать нужную версию, и в случае, если это необходимо, то мы можем от вашего имени выступить, защитить решение перед заказчиком. Мы можем помочь вам сделать расчеты, да, или научить вас делать эти расчеты, конечно же. Мы можем вместе с вами идти в пилотные проекты, мы можем и планируем демонстрировать функционал Молл-Соуна по мере появления вендоров по камерам, мы планируем организовывать тестирование, чтобы вы имели возможность взять оборудование на тест и с ним поработать. Мы будем и готовы делать обучение продавцов-партнеров, для того, чтобы продавцы могли понимать, с чем идти к клиенту, что важно, и что на самом деле будет в стратегии победы. И, конечно же, мы можем помочь в регистрации, хотя, опять же, подчеркиваю, мы будем напоминать вам о том, что у вас есть такая возможность, в принципе, самостоятельно. И, в общем-то, мы можем, обладая компетенциями, учить ваших инженеров, учить персонал заказчика. Мы будем организовывать на территории СНГ сертификационные курсы, потому что их читает тренер Майлстоун, по двум старшим версиям эксперт корпорейт. Это тренинги один двудневный, второй трехдневный, поэтому будем в зависимости от спроса, в зависимости от активности партнеров организовывать тренинги в той или иной стране. И, конечно же, после реализации успешных проектов мы будем предлагать вам написать историю успеха, потому что всегда приятно поделиться прекрасным результатом, всегда приятно видеть довольного заказчика и всегда приятно видеть счастливого партнера. Если у вас есть вопросы какие-то, или вы хотите получить консультацию, или вам необходимо прочитать проект, пожалуйста, пишите на наш адрес на lstonesoftprom.com. Я вас благодарю сердечно за внимание, буду рада увидеться с многими партнерами и заказчиками лично, потому что планирую целый ряд командировок, в частности, на следующей неделе я буду целую неделю в Казахстане, поэтому буду рада встрече и желаю вам успехов. Давайте делать красивые проекты вместе. Благодарю. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, я могла бы на них ответить. Да, Лена, я как раз смотрю и вижу, что, к сожалению, вопросов пока что нет. Ну, в принципе, может, и к счастью. Думаю, что ты рассказывала очень исчерпывающе. Вот, я предлагаю тогда заканчивать наше собрание, наш вебинар. Вот, все вопросы вы сможете задать непосредственно на lstonesoftom.com. Мы обязательно скажем все с вами в записи вебинара и презентации в ближайшее время. Спасибо вам большое за внимание и хорошего дня. Спасибо, до новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok